Сегодня мы поговорим об одном из астрономических открытий, сделанных на кончике пера. Но в отличие от открытия Нептуна, сделанного Адамсом и Ливерие в 1846 году, когда они математически предсказали его существование, и Нептун был немедленно обнаружен, здесь между теоретическим предсказанием и обнаружением астрономического объекта прошло более века. И речь пойдет о так называемом, если говорить формально, решении ограниченной задачи трех тел. Что же представляет собой эта задача? Рассмотрим звезду и массивную планету, вращающуюся вокруг нее по круговой орбите. В нашем случае этими двумя небесными телами будут Солнце и Юпитер. В ограниченной задаче трех тел исследуется, как будет вращаться вокруг Солнца еще какое-нибудь тело небольшой массы, влиянием которого на движение Юпитера и тем более Солнца можно пренебречь. И вот, исследуя эту задачу, французский математик Жозеф Луи Лагранж в 1772 году обнаружил, что на орбите Юпитера имеются две замечательные точки. Одна в 60 градусах впереди Юпитера, а другая в 60 градусах позади него. И если мы поместим в эти точки по небольшому небесному телу, то взаимное положение Солнца, Юпитера и этих тел не будет меняться со временем. Два сопровождающих астероида так и будут двигаться по одной орбите с Юпитером, один впереди него, а другой позади. Такое решение долгое время казалось чисто математическим курьезом. Ну вот, в 1906 году был обнаружен первый такой астероид, а потом обнаружения пошли одно за другим. Астероиды обеих групп принято называть в честь героев Троянской войны. Астероиды передней группы это греки или ахейцы, а астероиды задней группы, соответственно, троянцы. О существовании таких астероидов я, конечно, знал еще в школе. Да, я думаю, что и большинство из вас о нем тоже знают. Но одно дело знать о каком-то факте, а другое дело уметь его объяснять. Ну, я всегда думал, что объяснение здесь очень сложная, математика, небесная механика. Но оказывается, что если перейти в удобную систему отчета, которая вращается относительно общего центра масс Солнца и Юпитера, так, что оба небесных тела остаются в этой системе отчета неподвижными, то все рассуждения заметно упрощаются. Теперь небесные тела покоятся. Каждый из них создает все то же поле тяготения, которое оно создавало и в той системе отчета, где тела вращались. Но теперь к этим полям тяготения добавляется еще одно поле. И это поле центробежной силы, которое отбрасывает все от общего центра масс, причем тем сильнее, чем дальше мы от этого центра отстоим. Ну, тут вы, конечно, можете сказать, и некоторые скажут очередной раз, что центробежная сила – это эффективная сила, никакой такой силы нет. Но нет ее в инерциальной системе отчета. А вот во вращающей системе отчета она есть, и она позволяет очень упростить дальнейшие рассуждения. И вот я построил в программе Геогебра суммарный потенциал гравитации центробежной силы. Но только взял отношение масс звезды и планеты не в тысячу, как у Солнца Юпитера, а всего лишь в пятерку, чтобы все хорошо было видно. На этой картинке вы видите две потенциальные ямы обоих небесных тел. И падение потенциала вне орбиты Юпитера за счет направленной наружу центробежной силы, которая здесь больше силы притяжения Солнца. А еще здесь видны два интересных бугра по бокам от Юпитера, но на них лучше посмотреть не на трехмерной модели, а на карте. Прежде всего мы видим здесь Солнце и Юпитер. На все остальные линии надо смотреть, как на карту с проведенными на ней горизонталями. Мы видим две потенциальные ямы вокруг Солнца Юпитера и три седловые точки на линии, соединяющие эти два небесных тела. И еще две вершины бугров, находящиеся как раз в вершинах равносторонних треугольников с углами по 60 градусов. Все эти пять точек называются точками либрации. Именно их открыл Лагранж в своей работе. Либрация в переводе с латинского на русский – это равновесие. Небольшое небесное тело, помещенное в точку либрации, будет находиться в равновесии, потому что действующая на него сила гравитации будет уравновешиваться центробежной силой. И Лагранж показал, что равновесие в трех точках, лежащих на прямой, является неустойчивым, а равновесие в точках, лежащих в вершинах равносторонних треугольников, является устойчивым. Ну и тут вы должны спросить меня, а разве может быть устойчивым равновесие на вершине бугра? Ведь на школе учили, что устойчивое равновесие наблюдается внизу у потенциальной ямы, а на вершине потенциального бугра равновесие наоборот неустойчивое. А все дело в том, что мы рассматриваем картину в неинерциальной системе отчета, а в неинерциальных системах отчета, кроме центробежного ускорения, ну и соответствующей центробежной силы, появляется еще и сила кориолиса. И сейчас мы посмотрим, к чему ее наличие приводит. Рассмотрим потенциальный бугор и материальную точку, которая находится не в точности на его вершине, но немного в стороне от нее. Тело начинает скатываться с бугра и набирает скорость. Сила кориолиса направлена перпендикулярно направлению скорости, и она тем больше, чем больше скорости. Траектория скривляется, и в какой-то момент тело движется вдоль горизонтали, и сейчас разворачивающая сила достигает своего наибольшего значения. Теперь тело поднимается вверх к своему исходному уровню. Оттуда оно снова начинает падать вниз, и описывает кривую типа циклоиды. И так это тело кружит вокруг вершины бугра, но не может уйти от нее дальше, чем на какое-то расстояние. И между прочим, мы уже рассуждали таким образом, когда рассматривали удержание шарика на вращающемся седле. Там мы тоже переходили во вращающую систему отсчета. В ней появлялась центробежная сила, которая превращала седловую поверхность в поверхность бугра, и кориолисовая сила, которая удерживала шарик в окрестности этого бугра, не давая ему укатиться далеко. А теперь посмотрим на движение астероида, построенное во вращающей системе отсчета в программе «Живая физика». Астероид описывает циклоидальные петли вокруг точки Лагранжа, и в этой модели он будет так вращаться вечно. В реальности же на такие астероиды действуют возмущающие силы со стороны других планет, и выяснение того, будет ли такое движение устойчивым, требует более изощренной математики. А здесь, на картинке слева, мы видим движение троянских астероидов в системе отсчета, вращающейся вместе с Юпитером. А справа – движение в инерциальной системе отсчета, связанное с неподвижными звездами. Видно, что троянские астероиды занимают большие области пространства вокруг точек Лагранжа. Посмотрите внимательно на левую картинку. На ней хорошо видно, что сами троянские астероиды медленно обходят вокруг своих потенциальных бугров. Ну и вот, с некоторыми вопросами мы разобрались, но кое-какие вопросы у нас, конечно, все еще остались. И я хотел бы в качестве завершающего вопроса предложить вам подумать вот над чем. Когда я в живой физике строил траекторию троянского астероида, она представляла собой такую циклоидальную кривую. А вот в той картинке, которую мы только что видели, ну где у нас много астероидов двигалось, скорее они описывали такие достаточно плавные кривые вокруг точки Лагранжа. Ну и спрашивается, а с чем связаны то отличия, как его объяснить? И ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok